Анатолий Чекмарёв уверен, большая семья – большое счастье. С 96-го года вместе с супругой усыновляют детей. Если посчитать с уже выросшими чадами, получится 32 ребёнка. Несовершеннолетних на попечение семьи сейчас семеро. Подрастающие поколения и кормить нужно хорошо. В семье говорят, дал бог ребёнка, даст и на ребёнка. Я считаю, что если даже каждый одного возьмёт ребёнка с детского дома, это уже будет такое достижение. Если они его доведут до нормальной жизни, до совершеннолетия, то это, я считаю, будет прекрасно. Работать, идти дальше, заниматься детьми и дальше жить. И кризис пройдёт когда-нибудь. Это не первый кризис в наше время. Полезные хлопья разлетаются, как горячие пирожки. Департамент соцзащиты Самары заблаговременно оповестил о помощи многодетные семьи и малоимущих граждан. Завтраков хватит на всех, говорят в храме святых жен Мироносец, для проведения адресной помощи разгрузили целую фуру с продукцией. Как правило, конечно, люди с благодарностью принимают хотя бы то, что дают. Потому что, безусловно, дают на безвозмездной основе, бесплатно, что называется, одарённому коню, как говорится, в зубы не смотрят. Это первый момент. А второй момент. Я так понимаю, что на данный момент в современной российской действительности уже очень давно от церкви ждут именно таких действий. То есть уже устали от конференции, уже устали от каких-то пафосных речей, хотят действия. Благотворительную акцию в епархии планируют проводить до 1 апреля. Марьяна Мирная, Андрей Троя, Алексей Золотенков. События.